смотрите как мы начинаем потоку чески может женской так ребят не видно да видно слышно так смотрите чтобы вообще работает жест когда есть такая вещь как давайте нет мы когда на уроке будем ее скачаем сейчас просто поработаем над этим так я создам вообще чтобы это создавать нужен будет нам документ под названием индекс html скелета сайта . html и сразу создадим здесь мы как обычно делаем такую вещь и подключаем на завоскрипт с помощью тега скрипта ну вот так делали верно так окей давайте тогда пойдем дальше что нас ждет по джессу ребята по джессу нам нужно будет понимать определенную вещь что вообще сам завоскрипт язык вообще любой другой язык он нам нужен для того чтобы прописать какие-то логические действия здесь то есть это не только служит как якобы к примеру клик до события клика допустим это может быть событие допустим скролла сайт скролла сайт скроллим там вверх-вниз там это может быть события там еще каких-либо действий то есть какие-то разные действия и джаваскрипт может это отслеживать также джаваскрипт может делать еще совсем другие вещи то есть какие-то любые логические вещи но чтобы вообще вот эти действия написать нам нужно начать базы и самое первое что у нас есть что нам нужно будет изучить ребят а это такая вещь как переменные что это такое зачем это надо переменные это джаваскрипте это контейнеры коробки пустые которые будут хранить себе какую-то некую информацию то есть как это у нас выглядит вот пример у нас и джаваскрипте какая-то информация и мы хотим ее что-то с ней сделать какую-то логику помните мы там когда допустим делали поп-ап да всплывающих к нам мы писали лет поп-ап равно документ . query selector там и поп-ап что-то такое у нас было помните и как раз таки вот этот вот лет поп-ап это было как раз таки нашим хранилищем так дальше давайте тогда мы начнем смотрите к примеру чтобы вообще джаваскрипте нам смотреть ну мы мы сейчас не будем видеть наш ответ типа на сайте то есть иметь за виду мы же раньше писали какой-то тег и он у нас где-то появлялся как бы на сайте да и мы как бы все корректно его здесь видели джаваскрипте за к сожалению такой вещи не будет и нам потребуется пользоваться такой вещью как просмотреть код и здесь есть консоль ответ будем смотреть здесь какой-то но чтобы здесь видеть ответ или что-то да ну зачастую это ответ там или что мы хотим узнать то мы пишем такую вещь консоль точка лог функция и то что я здесь напишу к примеру сейчас да какой-то текст давайте так какой-то текст он у нас будет появляться именно здесь именно в этой консоли ребята то есть сюда можно будет положить абсолютно множество всего и это консоль будет показывать этот ответ можно создать много таких консолей вот я создам 3 нет 3 hello world появится да то есть каждая консоль отвечает за свой ответ какой-то строчку ответа да то есть просто с помощью консоль лог мы смотрим какой-то ответ смотрите ребята давайте сразу вам скину учебник а значит тоже скину а есть такой учебник под названием learn javascript и вы можете здесь абсолютно узнать какой-то ответ и тут есть такая вещь как консоль разработчика а видите для расширения и так далее вот выходит они говорят консоль а эта консоль будет нам показывать либо вот такой вот ответ как у нас к примеру hello world как у нас он здесь есть а если же какая-то ошибка будет он будет гореть вот так вот красным там и тут какой-то определенный ответ будет который мы хотим а теперь смотрите дальше что здесь нужно понимать да что с помощью консоль лога мы можем увидеть какой-то ответ а теперь смотрите а мы как раз таки до этого говорили про переменные и что такое зачем они нужны да а вообще есть а ребята это три вида переменных три вида но на самом деле используется из них только два один вид он уже устарел а то есть есть две группы три группы переменных то есть как их создавать посмотрите к примеру у меня есть информация под названием вот так вот он и то есть в тексте и к примеру если бы в html я бы написал вот так вот у меня сейчас появится на сайте этот холл ворот или нет появится вот он да а как мне ему цвет поменять ну как как я это буду делать а а какой это так а 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 у меня а 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 То есть сейчас мы не можем достучаться до каждой информации по отдельности, правильно? И в JavaScript абсолютно та же самая логика. Чтобы к какой-то информации обратиться, нужно ее заключить в типов тег, в коробку переменной. Переменная создается вот так вот. Let пишется слово, и мы даем имя переменной. Имя переменной можно давать любое. Там можно, там, вот, а, короче, любые буквы можно использовать здесь. Цифрами задавать нельзя. Название переменной. Дальше. Ну, с большой буквы зачастую не пишут переменные, чаще всего пишут с маленькой. И мы должны, как бы, понимать, что, ну, мы же класс даем не просто так, мы же не пишем там какой-то бред. Мы даем класс, в зависимости от чего. А, ребят? В HTML. В зависимости от текста, да, или там, контента, да, в нем. И здесь абсолютно та же самая логика, ребята. Мы будем, мы будем задавать имя переменной, в зависимости от того, какая информация в нем лежит. То есть я сейчас хочу Hello World сделать, поэтому я сделаю там текст, назову переменную, равно, и здесь у меня будет вот так. Заметьте, ребята, что я, что я пишу Hello World в этих, в кавычках, видите, да? Это могут быть одинарные кавычки, это могут быть вот такие двойные. Ничего страшного в этом, в главной кавычке. Понимаем за это, ребят? Теперь смотрите. Если я зайду в консульдок, что, у меня есть какая-то информация? Ну, к примеру, почему нет, потому что я вот эту вещь не написал. Смотрите, если я оставлю вот так вот в консульдок, просто пустым, тоже ничего не будет. Видите? Но если я сюда положу уже текст, то у меня что? Появилось. Понимаете, ребята? То есть, я создал переменную под названием LED с помощью ключевого слова LED. Переменную создал текст с помощью ключевого слова LED, да? И поставил равно, но это не такое равно, ребята, как 5 равно 5. Это не сравнение, это присваивание. То есть, мы говорим, ты будешь вот этим, то есть, понимаете, да? Ты будешь вот этим. И я говорю, что положи внутрь себя текст Hello World. И у меня появляется вот он. Тогда мы имеем доступ к вот этому Hello World тексту. Я могу с ним что угодно делать. Какие-то логические действия. Как? Я буду обращаться просто к вот этой переменной тексту и буду что-то делать. Кстати, Hello World, понимаете, да? В разных частях сайта. Ой, в разных частях JavaScript. Видите? Я могу там здесь подправить на что-то там. Сделать Hello World 1, здесь Hello World 2, здесь Hello World 3. Раз, два, три. Но по факту сам один он является Hello World. Понимаете, да? Или еще какие-то другие логические действия. Так. Дальше смотрите, ребята. Например, мы создали переменную текст. И я случайно здесь сделал вот так. Человеческий фактор. Я быстро написал. И что случилось? Я неправильно написал букву, слово World. Конечно, вы можете сказать, нужно просто зайти здесь, исправить, поменять месяцами. Но если я, к сожалению, не имею доступа сюда, как-то я долго мне искать это, я могу сделать некую вещь. Информацию, которая лежит в переменной, ребята, можно как-то изменить. Понимаете, да? Можно как-то изменить. Что это значит? Это значит, что я могу написать вот так вот текст, ребята. Текст и сказать, так, кавычки, и переписать его на, типа, правильно. Видим? Здесь DL, а тут LD. И если я это проверю, ребят, то у меня сейчас правильный ответ. Видим? Давайте вот здесь тоже вот так делаем. Видим? То есть происходит какое действие. Что я создал переменную здесь какую-то, letText, и положил на нее какую-то информацию. После я создал, ой, я обращаюсь к этой переменной, текст, говорю равно, теперь у тебя будет лежать вот такая информация. И потом это говорю, покажи мне в ответе текст, он мне покажет вот это. То есть, переменная, которая создается с помощью слова let, изменяемая. Понимаете, да? Изменяемая, это значит, что мы можем контент с него вот так взять, просто поменять. Так, здесь все понятно, ребята? Как создается переменная, для чего она нужна и так далее, да? Хорошо. Так. Так. Тогда разберем второй вид переменной. Называется, он создается с помощью слова const. Вот так, const. И тут я напишу текст равно. Так, я раздел. И обратно же, в консоли, ребята, ага, аааа, текст. Так. А что у нас здесь есть, да? У нас есть вот такой вот какой-то hello world, там, 1, 2, 3. Переменная, которая создана, ну, это та же самая переменная, типа текст. Такая же, в такой же функции несет. Но, разница между этим в том, что мы не можем поменять. То есть, переменная, которая создается с помощью слова текст, она не может быть изменена. И если мы сейчас проверим, здесь, видите, у меня выходит красный, видите, ошибка. Тут сказано, что assignment to constant variable. Что означает у нас, мы не можем изменить контент, который положили, который создан с помощью ключевого слова const. То есть, грубо говоря, вы не можете изменять значение переменной, которая создана const. Понимаете, да? Для чего это нужно было? Зачем так придумали? Есть определенная информация, да? Там, ну, вот, в логике JavaScript, которая просто логически не может быть изменена. И также есть какая-то информация, которая может быть в будущем как-то изменена, что-то с ней может произойти. И как раз-таки, ребята, логика у нас будет такой, что, допустим, создается какая-то база данных там для наших данных человека, да? То есть, типа, имя, фамилия, там, год рождения, да, допустим. И, как я уже говорил, что, допустим, мы имя, фамилию в будущем можем пойти поменять, да? Допустим, они будут создаваться с помощью ключевого слова let. К примеру, если же мы, допустим, захотим поменять наш год рождения, то даже если человек эту логику пропишет, то ничего не поменяется. Почему? Потому что наша переменная создана с помощью ключевого слова const. То есть, логически мы можем поменять имя, фамилию, а логически свой год рождения, к примеру, ну, поменять ты не сможешь, хочешь ты этого или нет. Ты как родился в это время, так как бы и все это останется. Понимаете, да? Какую функцию они несут? Окей, ребят, давайте тогда смотрите дальше. Смотрите, заметьте, что, ребята, очень важно понимать, что я писал всю информацию в виде текстовый вариант, да? Типа, ну, имеется в виду слова, да, какие-то. И обязательно, когда в JavaScript мы пишем слова, какую-то букву, слово, там, еще что-то, мы должны всегда ее писать в кавычках. Всегда любое слово, новое слово и так далее вы пишете в кавычках. Дальше, ребят, если мы сделаем вот так, то у меня будут ошибки. Почему? Потому что новая ошибка, видите, выходит. Text has already been declared. Что означает, что, ну, если мы создали одну переменную с помощью текст, то вторую переменную нельзя создавать точно таким же именем. Нужно давать другое. То есть они уникальны и нельзя повторяться. Понятно, да? Нельзя повторяться. Так, теперь. В переменных может лежать не только информация, типа слов, да, каких-то, но может быть также информация чего-то. Смотрите, например, вот представьте себе, что у меня будет пин... А, допустим, давайте сделаем вот так вот. Hello, к примеру, let b. Ну, я проще, да, видите, назвал переменную a и b. Вот так воруд. И смотрите, ребят, в консоль логе я хочу увидеть a и b. Ну, то есть, hello, воруд, слово. Как мне это сделать, ребят? Можно. a, b. Появилось? Но, вообще, когда вы хотите увидеть какую-то информацию, вы должны сделать вот так. a плюс b. И что произошло? a. Ну, когда мы соединили, да, получается, вот этот вот воруд, да, взял и просто вот так вот стало. Типа. Понимаете, да? И как бы они стали слитно. Но, в итоге мы получили a плюс b. Hello, воруд текст. Верно? Что еще можно будет здесь такого интересного сделать, да? Чтобы здесь оставить, к примеру, между ними пробел, мы можем сделать вот так. Плюс кавычки. Вот так вот сделаю пробел между кавычки одной. Плюс b. И теперь мы получаем, что? Low, потом вот этот вот пробел, да, и потом воруд, да? Это понятно? То есть мы внутри консоль блога можем множество переменных вызывать. То есть, только одну там, a, b, a, b, c, d, и, короче, не важно, сколько, какая переменная у нас будет, мы можем ее здесь показать. Понятно, да, ребят? Смотрите дальше. Давайте теперь мы поработаем немного с переменными. Попроще, типа, цифрами. Смотрите, ребята. Допустим, может быть, это вот так. Так, я получу ответ какой? Ребят, как вы думаете? Получаю 10. Все хорошо. Математическая логика здесь также присутствует. Следовательно, если я делаю там минус, то я буду получать 0. Все такая же математика. То есть разделить 1, да? А, вот. И если я делаю так. Если я делаю умножить, то 25. Все математические действия здесь присутствуют, да? Посмотрите. Если вы, к примеру, консоль логи не хотите вот такие математические действия, да, прописывать там или соединять, да, вы можете создать новую перемену. Ладь, c, и сказать, а плюс b. А здесь что-то написать, c. И здесь, к примеру, будет 10. Понимаете, да? Да? То есть, видите, переменная c хранит себе информацию, которая является a плюс b. Так, хорошо, ребят, давайте тогда пойдем дальше. Что интересного мы можем сделать? Да, да, слова в кавычках, цифры без кавычек. Но, смотрите, что интересно здесь будет. Давайте это мы уберем. Оставлю вариант a плюс b. И если я напишу это вот так. Смотрите, а это нормальная цифра, b это что? Цифра в кавычках. Да? Какой ответ у меня будет? Давайте проверим. Вышел какой ответ, ребята? 55. Как вы думаете, что произошло в этом случае? А, ребят? Да. И он сделал, знаете, какой ответ? Он сделал вот так вот. Вот так сделал. По факту было 5 вот так плюс 5. Да? И в итоге это стало... Вот таким вот ответом. Это вот так. Понимаете, да? Почему такое произошло? Потому что, когда вы пытаетесь сложить число с буквы, да, типа якобы, со словом 5, то он не делает математическую логику в этом случае. Он делает просто типа слипаются они просто, да? К друг другу рядышком встают, но плюс не становится типа, как математически. Понимаете, да? Как он не увеличился, не удворивается. Так. А если я сделаю, ребята, здесь... Так, 5 оставлю. минус... Как вы думаете, что может появиться? Ребят, Будет какой ответ? 0. Так. Если я сделаю разделить, какой ответ будет? 1. А если я сделаю умножить? А? 25. Но если я делаю плюс, почему-то 10 не происходит. Вот в этом есть как бы непонятная логика джаваскрипта, которая вначале вызывает некоторый вопрос, да, у людей. Почему в этом случае происходит такой ответ, в таком случае происходит такой ответ. И в принципе можно найти такой ответ, что математические действия в джаваскрипте, да, это минус типа делить, умножить, плюс это не совсем математическое действие здесь. Ну, оно так же складывает что-то, да, но если эти значения не будут числами, то оно просто прилепит их друг к другу. А если же это будет число, то он сделает нормальные математические действия. Понимаете, да? Поэтому у нас выходит ответ, что когда мы делаем а плюс б, когда 5 плюс число 5, то у нас выходит 55. Но когда мы начинаем делить, умножать, отнимать, то мы получаем какие-то ну, какой-то математический ответ. Нам просто это нужно запомнить и как бы понимать, что вот такой вот ответ в этом случае будет выходить. Здесь все понятно, есть вопросы, ребят? хорошо. Но если же у меня здесь будет вот так вот, да, то если я делаю плюс, как вы думаете, какой ответ будет? Да. хорошо. Давайте так. А если здесь я сделаю минус? Что будет, ребята? Нет. Выйдет ответ на нан. Так. А если я сделаю разделить? Будет также, ребята, ответ нан. И если умножить, будет ответ тоже нан. Что это за ответ? Зачем он нам нужен? нан аббревиатура нод э. нота number понимаете? Не число. Когда мы в JavaScript пытаемся сделать какие-то математические действия, это как минус умножить делить. Если это два числа, да, число пять, и даже если это будет там вот так пять строкой, да, в виде строки, то мы можем сделать что? В виде буквы, типа слова, то он делает эти математические действия. Он внутрь сюда заглядывает и понимает, ну, здесь пять, здесь тоже пять, я какие-то математические действия с ними буду делать. Но если здесь будет слова, да, то со словами мы не можем никаких математических действий сделать, только плюс, чтобы сделать их слитно написать, а там минус умножить и так далее, математические какие-то действия мы делать, к сожалению, ребята, не можем. Просто нам нужно эту логику запомнить. так, окей, ребята, давайте тогда я сделаю вот что, смотрите. Так, сделаем так, лэд а равный пять, лэд а равный десять, а а плюс а плюс десять, а c равный b плюс a а а c равный c плюс a минус b лэд лбси, дидэ, а c равный Спасибо. И теперь… Так, какой будет ответ по итогу? Спасибо. 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 Так, какой ответ, говоришь, три с половиной. руки остальные у всех три с половиной шлоте что ответы так чё где вы пошли не так давайте так пойдем по порядку b равен чему здесь c равен чему c 20 плюс 5 мы получаем 20 25 и минус окей я у нас равен 15 до 15 плюс 15 до целом 15 до район а я церковь это можно церковь у нас 20 до по-моему так хочу мне показал 17 17 никак не может уходить у нас верно к давайте на каждой итерации буду проверять так странно это у нас 15 все верно так давайте сделаем без но он дробный чайник не показал мы делаем получать 15 плюс 20 я после делю это на 10 что ли то есть если вот так то должно быть 35 произошла такая логика да что этот сначала вот 20 разделился на 10 2 и в итоге 15 плюс 2 получилось 17 понятно да хорошо а если мы сделаем дальше тогда такую логику вот так q у нас вот вот и Продолжение следует... Так, здесь у меня какой будет ответ? Так, давайте ответ остановим, ждем. Продолжение следует... Так, Даян ты посчитал или нет? Продолжение следует... Думали, может такой ответ быть, у кого-то был такой вариант или нет? Так, давайте пройдемся с того, что как мы получили 60,5? Ну да, это 55. Дальше, что вы делаете? Дальше, С равен чему? Д равен у нас чему? Значит, Д это какой ответ у нас в итоге в Д? 55, а здесь 5,5, правильно? Мы складываем, и вы складываете так же, по факту говоря. Вот так. Вот так. Правильно? Плюс... Что там? Д был плюс Е... Д был плюс С, да, по-моему? А С у нас равен был чему? Вот так. Вот так. Когда вы складываете, вот так же у вас получается, по итогу. Правильно? Да? Верно? Ребят. А вы сделали здесь что? Вы здесь сделали, типа, этот, да? Как математическое складывание, правильно? Поэтому он 60,5, да, выходил у всех? На самом деле, это же, помните, мы же когда вы же вот здесь 55 как-то сказали, а почему здесь тогда не пришли к этому? Понятно этот ответ? Так. Так. Давайте продолжим. Что у нас здесь ждет дальше? Так. Ну, ребята, вы запомнили, да, что в переменной может лежать какое-то любое значение, да? Какая-то информация. И, смотрите, пускай у вас будет там сколько хотите столько переменных этот, но, к примеру, какая-то переменная а здесь будет лежать. А, допустим, здесь переменная а будет лежать. Возраст человека. Ну, такой относительный возраст, который вам будет, типа, в этом году, этому человеку, да? То есть, в этом году ему столько-то. То есть, допустим, условно мне в этом году 25. я пишу в эту переменную свой возраст. И в конце влоги у меня должен выйти какой-то тебе, какой-то ты, потом ты родился в году и какой-то год. То есть, текст, ты родился в году и он должен мне сказать, там, в каком году я родился. Понятен ответ? Понятен задание вам? То есть, переменная а вы кладете в любой возраст. Здесь он показывает год рождения человека. Понят. Так. Как вы это сделали? Горько. Ну- Lives. Вот сегодня. Значит. lingering. Угу. 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 получаем до окей то есть целом мы получаем ответ который нам нужен понятно да это логика и сюда к примеру человеком будет писать свой возраст он будет но это будет показать каком году он родился да ага ну-ка показывал ну-ка покажи этот мозг демонстрация крана сделать давай а и а и и и и ты const создаешь, видишь он говорит constant variable, ты константу не можешь изменить, иди как к себе код и переменную создавай с помощью let. покажи свой код с фото заново, я в страхе. Заработало. Ну вот так вот у нас ребят работают переменные и вот что с ними нужно будет делать. Если мы тезисно говорим, то переменные это наши какие-то коробки, в которые мы просто кладем любую информацию, которую мы хотим. Она может быть там числом, допустим вот так, она может быть словом в кавычках, она может быть там какой-то математическим действием, суммой каких-то или вычитание двух перемен. То есть это вообще разную информацию можно положить переменные, потом ее как-то впоследствии использовать. Да? Вот как бы основной функционал переменных такой. Есть третий вид переменной, о которой я говорил, помните устаревший? Барон называется, но он устарел, им не пользуется уже. Так что вы можете про него забыть и вообще раньше вот, вообще вот раньше не было переменной типа let и const, ребята. Была переменная под названием var. Только одна переменная типа все, ну вообще переменная только одна была, создавалась с помощью слова var типа. Но оно не, оно работало точно как let, в точности как let. Но у нее были проблемы такие, что она не могла, она могла выдавать какие-то некие ошибки, то есть там, ну чуть позже мы будем это проходить, возможно. Это называется область видимости сплытия переменной и она, короче, типа мы же пишем код и он вот так у нас читается сверху вниз. То есть вот этот код, потом этот, потом этот. Он var тоже создался, он вот так само вверх всплывал. Ну то есть код читал его первее всех. И иногда это могло вызвать какие-то ошибки. И поэтому создали переменную let и const и как бы с помощью переменной let и const они как бы не решили эти проблемы. Что let и const будет идти вот так вот, как они написаны, так и будет идти читаться. Ну это если бы так вкратце говорить про это. Вот. Да, var сейчас вообще не используется. И старых документаций, да, там вы можете найти типа var там будет писать. Но вы не пугайтесь, это то же самое, что этот var, вы можете var использовать, он сейчас работает все так же. Но он устарел и его уже в нормальных компаниях и так далее, ну вообще просто его типа начали, ну создали получше вещи и уже как бы забыли про этот var. Но в старых документациях он же как бы там так и написан var, и он может остаться там как var. Пишет он вот так вот var. Но он уже устарел и им вообще не пользуется уже. Так, окей, ребят, я извиняюсь, давайте мы на сегодня завершим урок. У меня очень сильно болит горло и тяжело проводить урок. Но в целом сегодняшнюю основную тему мы прошли, это переменные. Я скину давайте вам учебник Learn JavaScript, их много, но вот это вот очень сильный хороший учебник. Почему? Потому что я тоже на нем учился в свое время. Он постоянно обновляется, новые темы сюда заходят и как бы здесь есть такая очень сильная база. Даже есть более продвинутые уровни, браузер и так далее. Например, вот мы прошли такую вещь, как переменные. Вы можете зайти там, почитать, что это такое, зачем это нужно. Вот. И как бы все, да. Потом следующая тема, может быть типы данных. Если хотите, вы можете почитать при типы данных уже понемногу. Что это, зачем это надо. У вас есть вопросы, ребят, по сегодняшнему уроку? Да. 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 Да, да. Вот только, ну это, типа, группы переменных let const. Да. То есть типа, ну, вообще переменные, ребята, это вот это вот, a, b, c, d, e. А это просто слово, типа, с которого создается этот переменный. То есть let это не переменная. Это, типа, группа переменная. А вот само a, b это переменная. Создается с помощью слова let или const. То есть вот, вы понимаете, да, это? Ну, типа, мы, конечно, привыкли говорить, let это переменная, типа, let вот так. Но на самом деле переменная это вот это вот, a, b, c, d, e и так далее. Потому что мы же вот здесь пишем b минус a, вот переменная b минус a, а, по идее, если бы let babble, то мы должны были писать вот так, вот это, а, ну, понимаете, да, это? Вот. Да, только две группы. Это вот const и let. Ну, вот, третий я уже сказал. Есть var, но вы даже здесь можете прочитать. Наверное, здесь, наверное, не скажут, что вот, видите, они let используют здесь. let, let, var вместо let. В старых криптах вы можете найти ключевое слово var вместо let. Видите, да? var. Что? Ну, тут есть аналогия, вот как она работает. Зачем это надо, короче, вот. Так что этот, даже здесь видите, указывается, что оно как бы устарело и так далее. вот. А так, да, вот две группы let и const. Ну, чаще всего будем let писать, как бы, чаще всего let. Так, еще вопросы есть? Нету, да? Окей, хорошо, ребят. Тогда дома почитайте учебник. Вот эта вот тема хотя бы переменная, да? Консоль была, консоль разработчик откроет тему. Там вот эта вот, да? И как бы почитайте, что нам здесь нужно, как с этим работать и так далее. А, это то есть, да, консоль? Давайте. А, вообще, консоль, да, вот, которым пользуемся, да, здесь нам выходит ответ. Он будет появляться только в том случае, тот ответ, который мы хотим увидеть, да? Ну, если мы пишем только вот так вот, консоль, точка log, и в эти скобки мы кладем какие-то значения. Одно, два, три, там, какой-то ответ, который мы хотим увидеть, да, получить. Что у нас в итоге в ответе, то есть, как вы здесь, допустим, да? Мы сюда писали, там, c. Наверное, и он показался этот ответ. Здесь. Понятно, да? То есть, это как, типа, даже не знаю, что в аналогии жизни проходит, но вот это просто как бы показывает нам отработку нашего кода, типа, потому что мы же не знаем, какой ответ вышел, там, правильно ли код отработал и так далее, да? И как бы мы с помощью консоли проверяем, да, вот, получился ли у нас ответ или нет. Вот и все. Он такую функцию несет. Мы будем часто вот постоянно наш ответ проверять через консоль, вот, и здесь. Если вы просто напишите, то, типа, ну, код отработает, но ответ там мы не увидим, а нам же нужно понять, какой ответ вышел. И вот консоль нам будет помогать. Поэтому я говорил, браузер скачайте лучше этого. Он там консоли будет лучше быстрее отрабатывать. И, ну, скоро мы вот этой консоли будем пользоваться, покруче нам вещи делать. Ну, вы увидите уже на следующем уроке, что будет. Окей, ребят, тогда до свидания. На сегодня урок окончен. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok